Микс Ньюс 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 Такие принципы или общие ценности, принципы государства, на которых мы ставим какие-то стратегические цели, чего мы хотим достичь на практике. И, во-первых, одна из стратегических целей – это продуктивность экономики, чтобы наши предприятия были более конкурентоспособными, более продуктивными. И, конечно, тогда, если это так и будет, то мы будем все жить более хорошо, более благополучно. Ну, это, конечно, такая сентенция, с которой каждый может согласиться, что нужно свое производство, нужно меньше зависеть от стран вокруг, больше как-то, наоборот, производить для самих себя. Но при этом, если мы посмотрим на последние, не знаю, 5-10 лет, то проще назвать, а уже прошло больше 10 лет финансового кризиса, проще назвать предприятия, которые закрылись, особенно крупные, нежели те, которые открылись или продолжают существовать. Я думаю, можно, конечно, такую статистику составлять, смотреть, какие предприятия закрылись, которые открылись. Мы этого не сделали, правду скажу. Ну, вот, кстати, это же не первый план развития Латвии. Естественно, естественно. Но то, что мы должны признать, это то, что, в принципе, экономика после этого финансово-экономического кризиса, она опять растет, валовый продукт растет, и растет и продуктивность нашей экономики. За последние 5 лет, в принципе, с 2013 по 2018 год продуктивность экономики Латвии возросла на 6%, примерно. А в чем это выражается? Именно в ВВП? Это выражается и в ВВП, и тоже в стоимости той продукции или тех услуг, которые мы продаем в нашей экономике. То есть, за эти услуги, за эти продукты мы получаем больше. Вот в этом и вся соль, в принципе, продуктивности, что вы ваши услуги или ваш продукт можете продать за более высокую цену. И с помощью этого, конечно, вы можете и повысить зарплату вашим работникам. Просто в похожие тезисы по поводу роста экономики, они высказываются уже не в первый раз. Там самое, конечно, известное высказанное – это господина Каринша, который сказал, что бюджет на 2020 год – это самый большой за всю историю Латвии, он превысил 10 миллиардов евро. Но при этом рядовой человек, если так посмотреть или послушать, не ощущает этот прирост. Самый, конечно, опять-таки яркий пример – это медики, которым не нашлось достаточного количества обещанного по закону увеличения финансирования и зарплат. Но можно вспомнить и педагогов, и, в принципе, очень многих бюджетников и представителей МВД и так далее. Как-то получается такое противоречие. Вроде у нас на словах и на цифрах экономика растет, а на реальных делах – нет. Вот вы затронули как раз очень важную проблему в плане развития страны. Уже сейчас многие экономисты признают, что валовый продукт – это, в принципе, не показатель для того, чтобы оценивать, насколько хороша жизнь общества в этой конкретной стране, будь это Латвия или будь это любая другая страна. Потому что валовый продукт, в принципе, он показывает, сколько экономической активности существует в определенном государстве. Но надо учесть, что этот валовый продукт и вся, скажем, сумма денег, которая получается при разработке этого валового продукта, она как-то распределяется. И это распределение очень важно. И, в принципе, если мы смотрим, как распределяется, скажем так, вся прибыль от разработки валового продукта, то неравенство по доходам в Латвии – одно из самых высоких в Европейском Союзе. Я думаю, что в этом плане как раз у нас самая такая большая проблема и, скажем так, вопрос, с которым надо работать, по сути, вперед, в том числе и в национальном плане развития – это неравенство доходов. Чтобы менялись, например, налоговые ставки для тех работников, которые получают низкие зарплаты. Это одна из задач, в принципе, которые тоже установлены в национальном плане развития. Я думаю, что этот налоговый кол или как его называют правильно, в принципе, разница между тем, что платится бруто и что остается после уплаты налогов, чтобы это для тех, которые получают низкие зарплаты, чтобы у них оставалось больше денег после уплаты налогов. И это также повлияет на работодателей, потому что это их конкурентная способность тоже улучшит, в принципе. Ну вот, возвращаясь, кстати, назад к плану, мы бы так очень сразу в экономику влетели, но все-таки надо немножко отойти назад. В плане очень много предложений, если не ошибаюсь, более 500, которые в итоге были приняты, и еще больше было предложений в целом. То есть, давайте по этим нашим слушателям, как это примерно выглядело, каждое министерство разработало свои предложения, как им кажется, должно развиваться в Латвии в ближайшие 7 лет, исходя из, по мнению Министерства культуры, Министерства образования и так далее. Все эти предложения были направлены, собственно, в ваш центр, и вы выбрали какое-то количество самых важных, которые наиболее хорошо сочетаются друг с другом, на которые у Латвии хватит финансирования. По каким принципам вы отбирали вот эти предложения? Значит, тут я просто еще добавлю о стратегических целях, что продуктивность не единственная цель, в принципе, национального плана развития. Равные права, социальное доверие, то есть доверие между людьми и региональное развитие – это еще три, в принципе, стратегических целей национального плана развития. Насчет того, как мы работали с министерствами и вообще, как был процесс развития, разработки этого плана национального развития, сперва нужно упомянуть то, что он разрабатывался, в принципе, мы назвали шесть потенциальных приоритетов для национального плана развития, которые сейчас в нем есть. Да, межведомственный координационный центр назвал, в принципе, шесть возможных приоритетов для национального плана развития, и это предложение, такой конструкции плана было передано в Национальный совет развития, которым руководит премьер-министр. Этот совет одобрил эту конструкцию, которая имела шесть приоритетов, и после этого процесс разработки пошел, в принципе, мы создали шесть рабочих групп. По каждому из этих приоритетов, да, и в том числе в них работали не только представители министерств, в них работали представители негосударственных организаций, такие как, например, организации, которые заботятся о среде, которые работятся о демографии, о детях. Давайте назовем эти шесть, потому что какие-то вы, конечно, уже назвали, это те четыре, которые остались в плане. Какие шесть были названы? Значит, было названо шесть приоритетов. Первый приоритет – это крепкие семьи, здоровые и активные люди, которые говорят о том, какова будет наша система здравоохранения, как мы будем поддерживать семьи с детьми, как мы будем поддерживать то, что мы никого не отталкиваем по разного рода причины или возраста, или других каких-то причин. Второй приоритет – он о образовании и о науке. И этот приоритет говорит, в принципе, о том, какие нужны задачи решать в системе образования, которая у нас недостаточно эффективна на уровне общего образования и недофинансирована на уровне высшего образования, неэффективна также, по крайней мере, имея 54 вуза в системе, и, в принципе, число большое – 80 тысяч студентов на то же самое число, в принципе, программ, которые было 10 лет тому назад, и количество студентов снизилось на одну треть. И также проблема, конечно, большая в этой сфере – то, что мы не вкладываем денег достаточно в науку, в исследование, в инновацию, да, и это отражается и на том, что наша экономика не способна при таком низком вкладе в инновацию и в науку, она не способна становиться более конкурентноспособной. Потому что кто может стать конкурентноспособным – это, в принципе, те предприятия, которые вкладывают в инновацию, разрабатывают новые продукты и продают эти продукты потом за высокие цены другим государствам, другим предприятиям, другим людям, которые покупают эти продукты. Семьи, образование, наука. Что третье? Третье – конкурентноспособность и доходы. Это приоритет говорить как раз о том, о чем я уже как раз и начал рассказывать. Это, в принципе, как мы вкладываем конкурентноспособность. То есть это разного рода финансовая поддержка для, например, приобретения технологий, для энергоэффективности, для обучения работников рабочей силы. То есть имеется в виду конкурентная среда Латвии на фоне других стран? Да. Чтобы Латвия была более интересна для инвесторов, для предпринимателей, для ученых? В том числе и привлечение тоже иностранного капитала, но привлечение и местного капитала, местных инвестиций. И чтобы эти деньги, которые мы имеем из европейских фондов, они были направлены как раз на то, чтобы конкурентноспособность предприятий, которые здесь работают, у которых есть потенциал развивать новые продукты, чтобы мы могли эти предприятия поддержать. Хорошо. Значит, зафиксируем семьи, образование и науки, конкурентная среда. Да. И четвертый приоритет – это о среде и развитии территорий. Окружающая среда имеется в виду? Окружающая среда в смысле? Окружающая среда, да, и развитие территорий. Там четыре, в принципе, направления. Это защита окружающей среды, это, например, разного рода проекты насчет качества воды, насчет качества воздуха, насчет качества энергоэффективности. Тогда второе направление под этим приоритетом – это публичные услуги. Это, значит, например, электронные услуги, как мы их получаем, но не только, и другие услуги, которые мы должны получать в разных центрах обслуживания, будь то государственные или самоуправленческие. Третья часть в этом приоритете – это региональное развитие, которое тоже одно из таких стратегических целей национального плана развития. И оно направлено на развитие инфраструктуры для предпринимательства в регионах, укрепление также капацитета самоуправления и регионов планирования, чтобы они смогли привлекать новые инвестиции и смогли привлекать предпринимателей, работать на их территориях. И четвертое направление в этом приоритете – это жилье. В принципе, тут мы говорим о энергоэффективном жилье, о социальном жилье, и мы говорим о том, что нужно решить проблему с жильем аренды, которые под арендой, потому что на сей день, в принципе, законодательство такое, что оно никаким образом не способно эффективно защитить того, кто арендует жилье. Значит, вот в таком плане проблемы. Пятый приоритет – это культура и спорт. Это один приоритет. Это один приоритет, где культура и спорт, они сопоставлены вместе. В принципе, и идеи, почему они сопоставлены вместе, это, в принципе, потому что мы сами как бы занимаемся и спортом, и мы сами участвуем, поем в хорах, участвуем в самодеятельности и так далее. Это как бы из призмы такой нашего личного участия. Но нужно понимать, что культура и спорт – это все-таки также отрасль экономики. Мы ходим на концерты, мы ходим на спектакли в театрах, в оперу, мы ходим на разного рода мероприятия, спорта. И это, в принципе, это тоже создает экономическую активность и в том числе сплачивает и общество. Например, мы смотрим, как наши побеждают, например, на скелетоне в Сигулде. Мы все рады, что это же наши спортсмены, которые побеждают, независимо, где мы живем и на каком языке говорим. И шестой приоритет – это, в принципе, безопасность и сплоченность общества, и правовое государство – это три направления вот этого шестого приоритета. Там мы говорим, что, конечно, экономика может развиваться, и люди будут хотеть жить в государстве, в котором жить безопасно, где криминогенность низкая, где вы чувствуете себя безопасно, выходя, например, вечером на улицу. Конечно, мы говорим о сплоченности и участии членов общества разного рода в активитетах, которые, например, негосударственные организации, которые занимаются очень многими задачами и, в принципе, преследуют много очень полезных целей для общества, которые государство, в принципе, или правительство, само собой, просто не в достатке ресурсов, чтобы все это сделать сразу. Поэтому очень хорошо, что есть активные люди, и их нужно поддерживать, и это проще для государства поддерживать таких активных людей, чтобы они чем-то социально полезным занимались, чем делать это государству самому. Да, вот это шестой такой приоритет от национального плана развития. Сейчас нам нужно прерваться на небольшую рекламу, после чего мы вернемся в студию и продолжим говорить о национальном плане развития, о том, как Межведовственный координационный центр его разрабатывал, как планирует реализовывать в жизни. Не переключайтесь. Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Продолжается разворот на радио «Болтком». В гостях у нас заместитель главы Межведовственного координационного центра, глава отдела по надзору и оценке развития Владислав Весперис. Мы говорим о национальном плане развития с 2021 по 2027 год, который недавно утвердил Кабинет министров, и сейчас он направлен в Сейм. Если у вас есть вопросы по тому, какие ценности были выбраны центром для развития Латвии на ближайшие 7 лет, то, пожалуйста, звоните нам 672-12-93-9, 672-13-93-9, а также пишите в WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. Ну вот когда этот план был представлен, вот 6 у вас отделов, вы разработали по каждой этой ценности какие-то предложения, в итоге сопоставили в один план. Вот этот план представляется, и мы читаем, что очень многие министры недовольны многими вещами. Скажем, господин Борден говорит, почему не включен проект строительства Леопайской тюрьмы. Госпожа Винкл говорит, что финансирования не хватает на то, чтобы выполнить какие-то цели. Господин Герхард говорил, что план уже устарел, потому что за то время, пока он разрабатывался, были приняты новые задачи в Европейском Союзе, имеется в виду, ну и так далее. При этом в итоге весь Кабинет министров план, несмотря ни на что, принял. Не было такого, что один проголосовал против. Но вот слышите ли вы до сих пор эту критику от министров, и планируете ли вы как-то на нее реагировать, может быть, менять этот план? В принципе, реагировать, конечно, мы сможем, наверное, в тот момент, когда план будет передан в парламент, и депутаты парламента будут его обсуждать и будут, наверное, предлагать разного рода поправки в план. Потому что, скорее всего, процесс может быть такой, что эти поправки будут, возможные поправки будут отправлены в правительство, и на заседание правительства эти предложения будут рассматриваться и будут решаться, поддерживать их или нет. Но это будет решать правительство. Со стороны правительства, да. Ну, мы будем давать свое мнение, как Центр, мы будем давать свое мнение о том, поддерживаем мы такие поправки или нет. Нет, это будет зависеть от характера и масштаба, наверное, этих поправок. Но есть вероятность, что вы говорите, мы не можем это включить под тем или иным причинам план, а Кабинет Министров все равно голосует за то, что надо включить, и вот у нас такой план получается олиповатый немножко. Значит, тут надо сказать одну важную вещь, что план имеет две части. И он имеет часть, в которой написан текст плана, где написаны цели, которых мы будем пытаться достичь, и задачи, которые при этом должны выполняться. Но у плана есть еще дополнение или так называемый рабочий документ, который включает то, что вы говорили пару минут назад, в принципе, это предложение об инвестициях, которые подали министерство. То есть эти предложения о инвестициях, они как раз направлены на выполнение тех задач, которые включены в национальный план развития. Но этот файл или документ, который включает общий список возможных инвестиций для национального плана развития, он был рассмотрен на Кабинете Министров, но он не утверждается как бы Кабинет Министров как часть национального плана развития, но просто как рабочий документ, от которого включаются только те общие суммы на 18 направлений под 6 приоритетов национального плана развития. То есть мы знаем, на приоритет четвертый, например, 6 миллиардов, на приоритет первый – 1 миллиард с чем-то. И это не может уже измениться? Это может измениться только в парламенте теперь, в принципе. А после того, как будет принято, в 2024 году новый Сейм решит поменять распределение финансирования? Это вполне возможно, если будет новый Сейм, и он посмотрит на этот национальный план, и каков он по политическим приоритетам, и в том числе, как он выполнялся до сих пор, это, конечно, в силах нового парламента тоже вносить какие-то поправки и направить его в какое-то другое русло, в принципе. Но недовольство министров, я хочу еще прокомментировать, в принципе, недовольство министров, в принципе, по большому счету базируется на том, что денег слишком мало для воплощения тех целей, которые мы изначально поставили. То есть мы, например, хотим, чтобы наука финансировалась на 2% от валового продукта, но распределение этих инвестиционных предложений, то есть финансовых ресурсов на инвестиции, мы оценивали все эти инвестиционные предложения, пользуясь 21 критерием, которые направлены на стратегические цели, которые я упомянул уже. То есть мы смотрели, как это влияет, например, на равные права, равные возможности, как этот проект инвестиций влияет в будущем на продуктивность экономики. И, например, Лепайская тюрьма, она по этим критериям, она находилась слишком низко, чтобы выделить на нее такое большое финансирование. Лепайская тюрьма – это отдельный рассказ, в принципе, потому что правительство уже утвердило финансовые ресурсы для постройки Лепайской тюрьмы. То есть это уже не ваш план, это другая? Это пройдет, конечно, в период национального плана развития, но об этом решение в национальном плане развития, в принципе, не нужно. Его можно было упомянуть просто, что такое решение принято, но, в принципе, оно уже правительством принято и повторять, в принципе, не нужно. Потому что тюрьма будет строить, правительство уже на счет этого свое решение сделало. Поэтому национальный план, в принципе, он предлагает те вещи и те решения, которые мы должны сделать сейчас, которые не были заранее сделаны, и тогда по этим целям как раз и работать. Насчет Министерства здравоохранения я должен признать, что, естественно, они запросили очень большие суммы. То есть они запросили, например, на оклады медиков сумму 2,6, по-моему, миллиарда евро. Это на 7 лет. Это на 7 лет, да. Но что больше, что превышает вообще доступный объем госбуджета на те же самые 7 лет, которые только 2,2 миллиарда. То есть, ну, просто мы не можем сопоставить желания министерств с теми ресурсами, которые у нас вообще реально планируются, которые мы реально будем иметь. Поэтому план, который в общей сумме 14,5 миллиардов, это тот портфель инвестиционных, в принципе, предложений, он на 14,5 миллиарда. И это реальные деньги, которые мы считаем, которые будут доступны на ближайшие 7 лет. Но проблема, конечно, в том, что в системе здравоохранения, наверное, таких амбициозных целей мы достичь не сможем. Например, продолжительность жизни или продолжительность здоровых лет жизни, оно будет, наверное, не такими высокими, как мы изначально хотели планировать, чтобы мы более подравнялись к средним показателям Евросоюза. Но, очень много вопросов, очень мало времени, но, вот если очень коротко, получается, ну, условно говоря, известно, что на Рейл Балтика выделено более 7 миллиардов евро, около 7 миллиардов евро в этом плане, например. Нет, это ошибочно. Это неправда, это вопрос. Да, там 2,5, по-моему, миллиарда. Хорошо, 2,5 миллиарда. 7 миллиардов это на все три балтийские страны, в принципе. А, понятно. Хорошо, 2,5 миллиарда евро выделено на Рейл Балтика. А сколько сейчас выделено на здравоохранение? Планировалось, требовалось 2,6, просил у Министерства здравоохранения, а в итоге было выделено, я так понимаю, что у вас все прописано в вашей папочке. Да, я сейчас найду. Ну, хотя бы примерно, там, полтора миллиарда. Нет, столько на здравоохранение не получается. Цена здравоохранения сумма была, значит, 557 миллионов, чтобы быть точным. Ну, полмиллиарда евро. Чуть больше, чем пол. Чуть больше полумиллиарда евро. Почему, исходя из ценностей, из тех шести ценностей, которые вы назвали, почему Рейл Балтик важнее получается, так, чем здравоохранение? Я думаю, что нельзя сравнивать с такой перспективой, что важнее, что менее важно. Но ведь этим занимался центр. Но надо учитывать то, что, в принципе, что Рейл Балтика – это международного уровня проект, который уже начат много лет тому назад, в принципе, впервые, впервые он упоминался даже в 90-е годы, и, конечно, это стратегически важный проект. И он финансируется, при том, 85% от этого финансирования дает Европейский Союз. Мы должны добавлять только, в принципе, 15%. Но это, конечно, проект, который не только в компетенции нашего противительства и нашего государства. Ну, хорошо, Рейл Балтика… И он совместный проект все-таки Латвии, Литвы и Эстонии. Но в целом, получается, из 14 миллиардов евро, которые запланированы на 7 лет, лишь чуть более полумиллиарда евро выделены на здравоохранение, несмотря на то, что в этих шести ценностях, которые назвали, ну, минимум половина точно завязана на здравоохранение и семьи, и безопасность, и интерес, и образование, наука, культура, спорт. Там тоже здравоохранение – это важная составляющая, особенно в спорте. В общем, как-то кажется, что здесь мы конкретно по здравоохранению говорим, как-то маловато. Ну, видите, вы сами упомянули, например, культура и спорт. Спорт – это тоже все-таки здоровье, и на спорт тоже отводится 61,2 миллиона, что тоже дает какой-то, скажем, дополнительный ресурс, чтобы уменьшить тот ресурс, который нужен системе здравоохранения. Потому что если люди занимаются спортом, они все-таки будут более-менее, вероятно, меньше болеть и меньше употреблять систему здравоохранения. Также я должен сказать, что если мы говорим о высшем образовании, у нас два вуза, в которых тоже студенты изучают медицину. Значит, эти деньги пойдут туда. В науке то же самое. В науке тоже медицина, кстати, и здравоохранение – это одна из тех отраслей, которые отмечены как из пяти более перспективных отраслей национальной экономики, в которые тоже будут вкладываться деньги, в инновацию, в разработку новых лекарств, новых продуктов. Проблема в том, что студенты изучают медицину в Латвии, а потом уже отработают в Германии или в Скандинавии, потому что там на финансирование зарплаты врачам выделяется куда больше денег. Я думаю, что это, конечно, вы абсолютно верно говорите об этом. И проблема работников в медицине, я думаю, это очень острая проблема. Я думаю, правительство это и понимает, и поэтому и выделило 60 миллионов из 120 обещанных, да, к сожалению, но выделило все-таки довольно большую часть из тех денег, которые добавлялись к базовому бюджету. Вопрос, конечно, в том, что, может быть, не нужно давать такие обещания, которые невозможно выполнить. Ну, хорошо, это правительство, просто… Это уже парламент, в принципе, пообещал не правительство. Это уже парламент, да, причем предыдущий. Хорошо, но вот в плане развития, куда уходит больше всего финансирование? В какую область, не знаю, в какое министерство? Не считая Рейл Балтики, которые мы за скобками оставляем. Значит, министерство земледелия получает, в принципе, ну не оно, но эта отрасль получает тоже довольно-таки большую часть из этих финансовых ресурсов. Но это тоже мы должны учитывать, что это платежи крестьянов, 2 миллиарда платежей крестьянам, которые приходят из европейской сельскохозяйственной политики. Другие, 1,7 миллиарда, тоже это направлено на сельскохозяйственную промышленность, в принципе, на крестьян. Но это инвестиции в предпринимательство для поддержки предпринимательств на селе и других проектов в сельских территориях. Ну, это тоже большая часть, но она тоже составляет какую-то часть от приоритета конкурентоспособность. Ну, если отнять все это, в принципе, тогда самые большие приоритеты из национального плана развития – это, значит, развитие территории и окружающая среда, и конкурентоспособность, и доходы – эти два приоритета. Ну, и потом наравне примерно идут первый приоритет о здоровых активных людях, о семьях с детьми и образовании науки. Культура и спорт явно поменьше. Но вот здоровые семьи – это как предназначается? То есть это финансирование на то, чтобы увеличить пособие молодым семьям, например? Нет, это не совсем так. Ну, в принципе, там больше говорится о разного рода услугах и других мероприятиях, которые помогают сопоставить семейную жизнь с рабочей жизнью или с учебой, например. Это, в принципе, поддержки для нянек, поддержки для доступности детских садов и такого рода мероприятия, которых, конечно, можно дискутировать, можно быть, их нужно было иметь побольше, но… Но уж сколько есть. Сколько есть, столько есть на сей день. Вот немножко возвращаясь назад, к тому моменту, когда Вы сказали, что новый сейм или новое правительство, когда оно встретило, потому что у нас за ближайшие семь лет как минимум один новый сейм точно будет, и он сможет этот сейм поменять план. Насколько велики его мероприятия? Ну, не знаю, насколько сильно он сможет поменять этот план? Может ли, что в середине план изменится вообще по-другому? У нас будет шесть новых ценностей, а эти шесть ценностей будут забыты, и на полпути проекты перестанут реализовываться? Я думаю, что на уровне ценностей вряд ли что так поменяется основательно, скорее всего, нет, потому что эти ценности, я думаю, универсальные, в принципе, которые мы все можем в них доверить и положиться, что это наши общие ценности. Я думаю, то, что может измениться, в принципе, это вопрос о каких-то задачах национального плана развития, может даже на уровне направлений одного или другого приоритета. Например, парламент может решить, что мы должны меньше поддерживать, может, культуру, а больше спорт, или, например, меньше образования, а больше науку. То есть, такого рода изменения, в принципе, конечно, возможны. В том числе можно, в принципе, и отказаться, например, от поддержки спорта, который не составляет большую часть от национального плана развития, в том числе в плане финансирования. Такие изменения, конечно, не исключены, потому что спорт, он финансируется, и как другая, любая отрасль тоже финансируется из базисного бюджета, который мы должны учесть, который 10, в принципе, миллиардов за год. Мы говорим здесь 14,5 миллиардов на 7 лет, то есть, мы говорим, в принципе, только, ну, в лучшем случае, где-то 2 миллиарда на год, да, а мы тратим уже сейчас в 5 раз больше в базисном бюджете. А есть ли у нас человек или организация, не знаю, которая отвечает за выполнение этого плана, если план не будет выполнен, кто виноват? Я думаю, тогда все государственное управление в каком-то плане виновата, конечно. Ну, хорошо, вот предыдущий план, который у нас, я так понимаю, был с 2013 по 2020 год, насколько он выполнен? Он, в принципе, сейчас выполняется стабильно на 60%. 60%? Да, на 60%, на 20% можно сказать, что мы стоим на месте, ситуация не ухудшается, но она и не идет к той цели, которая была назначена. И как центр оценивает выполнение плана на 60%? Потому что, мне кажется, со стороны, как и не эксперту, это кажется недостаточно, мягко говоря. Ну, вот видите, это тема, которая заслуживает обсуждения. Я думаю, что любой план, он не как пятилетка в советское время, которую нужно было выполнять и перевыполнять. Мы все-таки говорим о том, что мы живем в рыночной экономике, где мир и общество, они меняются очень динамично. Технологии меняются очень динамично, и разного вида способы жизни, образы жизни тоже меняются очень динамично. То есть, может оказаться просто, что мы должны менять какие-то цели нашего плана и от чего-то отказываться, потому что это просто уже не актуально. Просто, понимаете, я постараюсь объяснить свою позицию, мне хочется, чтобы вы как-то прокомментировали это. Потому что самая первая вещь, которую вы сказали, я сегодня полностью согласен, что и у человека, и особенно у государства должен быть долгосрочный план развития, чтобы знать, куда мы идем. Чтобы не было какого-то лебедь, рак и щука, что мы тянем в разные стороны и ничего в итоге не достигаем. Нет, мы конкретно знаем, мы хотим вот это, вот это, а какие-то ценности, они тоже важны, но, к сожалению, мы не можем сделать все одновременно. Мы вот выбрали наши приоритеты. Какая-то группа людей сделала выбор свой в пользу этих, и мы должны этому следовать как государство, как единое целое. Я с этим согласен абсолютно. После чего вы говорите, что план, который был составлен на предыдущие 7 лет, выполнен только на 60%. Новый план может поменяться, ну, может незначительно, а может, в принципе, достаточно значительно в следующие 7 лет поменяться. Если план поменяется, или если план не будет достигнут, или если еще что-то произойдет негативное, не знаю, финансовый кризис, например, случится, и у нас не будет хватать средств опять на выполнение, будет виновата государственная система, то есть, по сути, никто. Потому что правительство поменяется, Сейм поменяется, теоретически даже, возможно, и глава центра поменяется, или там, ну, это все возможно. И получается, что никто не ответственен за выполнение плана, оно, в принципе, не очень обязательно, ну, даже если он выполнится на 0%, ну, так получилось. И у нас, получается, цель составить конкретное развитие страны, а с другой стороны, эта цель не выполняется и непоследовательно. Нет, ну, суть плана, конечно, в том, чтобы его выполнять и стремиться как можно больше к тому, чтобы он выполнялся. Иначе просто смысла нет никакого, план вообще разрабатывает. Но важно то, что, в принципе, что могут меняться какие-то инструменты, как этот план приводить в жизнь, в принципе. Но, я думаю, стратегические цели, которые мы поставили, в принципе, это 4 стратегических цели и 7 конкретных индикаторов, которые мы должны достичь. Например, неравенство доходов, например, валовый продукт, например, продуктивность, например, риск бедности для детей. Это конкретные цели, которые исчисляются цифрами, которые мы хотим достичь. Ну, если мы не достигнем, ну, я думаю, может, тогда я тоже могу взять долю ответственности на себя, потому что я, как один из разработчиков этого плана, участников разработки, ну, тоже в какой-то мере, конечно, в ответе о том, что мы там написали, какие цели мы будем достигать. Но надо учитывать и то, что эти цели будут достигаться не только министерствами, не только государственными учреждениями, но и самоуправлениями, и предпринимателями, и людьми также, частными лицами. То есть, от того, как мы все это будем выполнять, будет зависеть, достигнем ли мы эти цели. Это не может один человек или два быть ответственны целиком за то, достигнем ли мы эти цели или нет. Нет, это, в принципе, все государство, все общество должно работать на это, чтобы эти цели достигались. В таком случае, наверное, уже нам пора, к сожалению, заканчивать наш очень интересный разговор, о многом мы не поговорили. Но, и вот напоследок, наверняка есть, кроме финальных целей, есть цели между, ну, какие-то промежуточные, там, скажем. Вот, к концу 2021 года, какой должна быть Латвия, чтобы, если там, очень коротко, там, какие-то по основным пунктам, чтобы каждый человек мог увидеть и посмотреть, да, вот Латвия за год стала лучше. В чем это будет выражаться? Ну, я думаю, например, вот коэффициент Джинни, который показывает неравенство доходов между людьми, если в обществе, то есть, если мы его уменьшим на 6%, от нынешних 36% до 30%, то есть, это значит, что та часть, которая на сегодняшний день с меньшими доходами, с меньшими зарплатами, она основательно, мы можем сказать, что она будет жить лучше, у нее будут большие доходы, сомнительно с сегодняшним днем. На 6% уменьшить неравенство доходов, хорошо. Также риск бедности детей, это другой индекс, который тоже мы знаем, сегодня, на сегодняшний день 17,5% детей, они в зоне риска бедности. Если мы это уменьшим, тоже на 6%, до 11,5%, то это уже тоже мы… К концу 2021 года. К 2027 года. А, это вы, наверное, уже все говорите. Да, я уже до 2027 года. Хорошо, я понял. На 2024 год 13,5%. Вот это те цели, конкретные цели, которые записаны в национальный план развития, которые мы будем пытаться достичь. Например, насчет неравенства регионов, тоже среднее по 4 регионам, по сравнению с Рижским регионом, валовый продукт должен быть среднее 55% от валового продукта в Рижском районе. В Рижском регионе, извините. Будем надеяться. Будем надеяться, что это будет. Есть и задачи, конкретные задачи и инвестиции, которые будут направляться на достижение этих целей. На этой хорошей, позитивной ноте мы и закончим. У нас в гостях был заместитель главы межведомственного координационного центра, глава отдела по надзору оценки развития Владислав Весперис. Не переключайтесь, после новостей в студию придет драматург, публицист и практикующий риск Глеб Нагорный. Будет очень интересное интервью. А я с вами прощаюсь. Спасибо, что слушали.